Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Крейзи Нейлс. В тот день, когда ко мне должна была прийти эта модель, я думала, сейчас она придет. Мы сделаем на длинных ее шикарных ногтях крутой дизайн, но на каждом пальце были трещины в точке в рост. Абсолютно практически на каждом, и у меня не было столько времени для того, чтобы каждый пальчик ремонтировать. Поэтому мы решили убрать длину почти что под самый корень, и то мне пришлось все равно ремонтировать три пальца. Потому что там были трещины именно в точках в роста, и трещины были довольно глубокие, приходилось одну часть ногтя просто полностью отрезать. Так что моя идея, мои пожелания просто пока что провалились куда-то далеко и надолго. В общем, мы решили сделать короткий квадрат. Очень красивая ногтевая пластина у этой модели. Она ходит к нам периодически на курсы моделькой, поэтому эти ручки я уже хорошо знаю. В этом видео я вам покажу новые осенние оттенки от Рокси. И также мы будем делать очень необычный дизайн. Я его хочу назвать сталактитой. Не знаю, как это называется. В общем, напишите мне в комментариях под видео. Мне будет интересно, с чем у вас ассоциируется то, что вы увидите в этом видео. Работаю я фрезой пламя 0,23 на полных оборотах. Вычищаю птериги сначала на 10 пальчиках влево, потом вправо. Здесь, в принципе, любая техника подойдет, как комби, так и аппаратный без режущих. В этот раз я решила сделать срез твизерами. И обязательно после среза я полирую. А то многие думают, что я просто срезала, и на этом сразу же перехожу к покрытию. Нет, я обязательно полирую, чтобы у меня маникюр носился намного дольше, и чтобы не было никаких заусенцев. Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к покрытию базы. Базовое покрытие от Рокси. Очень давно мы, кстати, им не пользовались. Хотя в студии мы на этой базе работаем постоянно, потому что эта база себя зарекомендовала как хороший ноский продукт. Она на всех ноготочках хорошо носится, дает, конечно же, усадку, но носится великолепно, вообще без претензий. Дальше я беру два цвета. 271 из новой коллекции и камуфлирующую базу K02. Где у меня будет дизайн, там будет камуфлирующая база, а все стальные ногти я как раз-таки покрою новым цветом из новой линейки осень. Наносится цвет в два слоя замечательно, хорошо выравнивается, не затекает, не убегает. Я каждый раз, как очумелая, жду новинок от торговых марок, потому что сама люблю распаковывать, это так приятно, как будто ты покупаешь их себе, а не клиентам. Вот то же самое и происходит с каждой торговой маркой, которая продается в моей студии. И сейчас я вам покажу выкраску новых оттенков. Я уверена, они вам понравятся. Мне-то уж тем более, потому что это все темные цвета, а я любитель конкретно темных. Даже если вы сделаете ноготочки без дизайна, однозначно ваши ногти увидят. Тем более, если у вас шикарная ногтевая пластина. На типсу цвета наносятся, в принципе, в один слой, но на ручках клиента я советую всегда наносить два, чтобы цвет был насыщеннее. Качество Рокси, как всегда, на уровне, всегда балует клевыми цветами. Кстати, скоро еще выйдет новая коллекция кое-какая, но о ней расскажу уже позже. Ссылку на продукцию Рокси я обязательно оставлю в описании под видео, поэтому переходите, заказывайте. Попробуйте первыми эти цвета. Продолжение следует... Дальше, собственно, я покрываю те ногти, где будет дизайн камуфлирующей базой. Сразу скажу, что дизайн, который мы будем делать, он, конечно, на любителя. Не каждый клиент захочет сделать себе, но мне такой вариант очень даже по душе, потому что это необычно и не заезжено. Дальше я беру цвета от Рокси. Это яркие оттенки, которые сочетаются между собой. И обязательно в этот дизайн я добавлю те цвета, которые у меня... И обязательно в этот дизайн я добавлю тот цвет, который у меня присутствует на ногтях. Беру черную гель-краску и рисую кристаллы, просто локтиты или карандашики. Я не знаю, на что это похоже. В общем, я их рисую на трех пальцах правой руки. Располагая абсолютно в хаотичном порядке, наша задача просто заполнить свободный край, чтобы он не просвечивал. Просушиваю в лампе, и после как раз беру оттенки, которые выбрала, и начинаю заполнять наши сталактиты, наши кристаллы и так далее. Заполняя, создаем некий переход от одного цвета к другому. То есть создаем небольшой градиент, но прям сильно стараться не нужно, чтобы он был мега плавный, потому что все равно на таких элементах этого видно не будет, и плюс у нас еще потом будет некий декор. Конечно, дизайн не быстрый, сразу скажу, если тем более это на трех пальцах, как у меня, занимает, конечно, время. Если на одном, то, в принципе, это несложно, но максимум 10 минут у вас займет один пальчик. И опять же, все зависит от длины ногтевого ложа. Если ногти довольно длинные, то, конечно же, по времени это также будет дольше, чем на коротких ногтях. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я просушиваю и беру хлопушки, то есть это битое стекло а-ля, которое просто разбавлено в топе, и наношу на наши кристаллы. И плюс еще я решила... После просушки беру черную гель-краску и опять дублирую некие линии, потому что эти линии немножечко нечеткие и хочется добавить яркости. После этого я сушу, и на сам камуфляж я решила еще перевести фольгу, которая прозрачная, и которая тоже имеет отблеск типа битого стекла. Дальше я перекрываю все топом от Рокси, также без липкого слоя, делая, конечно же, выравнивание, потому что здесь у нас блик, конечно, деформирован. И после беру белую гель-краску и обвожу некие контуры, чтобы дизайн наш стал еще живее, чем он есть. В общем, пишите в комментариях под видео, как вам такой дизайн, понравился ли вам, ваша ли эта стилистика. В общем, жду комментариев, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я вам всем говорю, до скорых встреч, творческих успехов, и пока-пока!